Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии ЮГ, с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине, слава вооруженным силам. Здравствуйте, коллеги. Героям слава. Давайте начнем с оперативной ситуации. Россияне сегодня ударили по Одессе баллистикой. Есть погибшие и раненые. Откуда запускали? Куда целились? И вот детальные какие последствия? Ну, запускали традиционно. Это уже действительно традиция. Традиция грустная. С территории временно оккупированного Крыма. Баллистическая ракета «Искандер-М». Боевая часть, она кассетный боеприпас. Все, то есть, как говорится, по книжке. То, что Россия применяет по Одессе. Потому что шахеды, вы сейчас в предыдущий сюжет показывали, наши мобильные огневые группы тоже работают в этом направлении. Шахеды, как правило, отражаются. Большинство из них сбивается. И тут россиянам, несмотря на всякие ухищрения тактические, я обо всех рассказывать не буду, чтобы они не понимали, о чем мы знаем. И что умеем. То большинство этих шахедов сбиваются. Или сегодня еще добавилась одна, скажем так, строка в сообщениях и отчетах командования воздушных сил. Это посаженный РЭПом. Да, локационно исчезает из нашего пространства. То есть технологии. Что касается сегодняшнего удара. К сожалению, это портово-припортовая инфраструктура. Снова поврежден склад с зерном. То есть мы видим, очевидно, что враг специально целился по этой локации. Повреждены два судна. Одно из них «Оптима». Флаг Палау уже неделю назад как раз было обстреляно. Ну и самое главное, что всегда является самым печальным в результате таких обстрелов, это то, что у нас, к сожалению, есть погибший парень и несколько человек ранены. Двое из них находятся сегодня в реанимации. Они в очень тяжелом состоянии. Были сутки, даже больше, практически более двух суток тишины. Но у нас, людей военных, всегда эта тишина напрягает. Как говорится, вот эта военная чуйка, она не подвела и в этот раз. Баллистика. То, что сегодня больше всего допекает. То, что, к сожалению, сегодня практически невозможно перехватить. И решение вопроса только в одном. Это усиление наших систем противовоздушной обороны. Это то, что обещают союзники. Я надеюсь, ну, уже тяжело об этом говорить, но, тем не менее, надеюсь, что их обещания будут выполнены. Поэтому сегодня мы говорим о том, что Брак атакует специально порты Большой Одессы. Он специально пытается атаковать морские транспортные коридоры для того, чтобы нисколько повлиять на украинцев, ну, на гражданских, понятно, действительно, держать их в страхе. Что касается наших зарубежных партнеров, то есть тех, кто занимается морскими перевозками, чтобы они задумались о вопросе безопасности этих коридоров, чтобы меньше функционировали эти коридоры, ну и, собственно, ставят под угрозу всемирную продовольственную программу, по которой работает организация объединенных наций. Есть соответствующая президентская программа украинская. Это то зерно, которое сегодня спасает от голода просто сотни тысяч людей в Африке и на Ближнем Востоке. Но враг пытается таким образом, такими инструментами террора, влиять на этот рынок для того, чтобы завести российское зерно или, как правило, ворованное украинское зерно выращено на наших временно оккупированных территориях. Вот вы сказали, что затишье всегда настораживает. И вот мы знаем, что предыдущая ночь по всей стране прошла тихо, потому что впервые за полтора месяца, если быть точными, то за 48 дней враг не запускал дроны Камикадзе. Вот чего теперь ожидать от врага? И как думаете, не связано ли то, что не запускали они сегодня ночью вот эти свои шахеды с тем, что был удар сил обороны по складу с этими дронами Камикадзе 9 октября? Ну, если мы действительно говорим о том количестве, приблизительном количестве уничтоженных летальных боеприпасов типа шахед, это четыре сотни. То есть это существенно, даже если брать рекорды сентября, рекорды августа, они действительно были рекордными месяцами по использованию дронов Камикадзе. Их как минимум три вида. Это шахеды, это герань, другие виды боеприпасов, которые в воздухе, они похожи на шахед, соответственно. И гербера та же самая, которая выполняет прежде всего разведывательные функции и является такой приманкой для средств ПО. 400 шахедов, 400 БПЛА. Конечно, это существенно, тем более не только для Юга и для всей страны в том числе. Остановит ли это, скажем так, атаки с шахедами? Ну, на какое-то время, буквально, я думаю, что вполне вероятно, мы уже сегодня можем в небе снова услышать эти неприятные звуки мопедов, как мы их называем с самого начала использования России иранских беспилотников. В любом случае, мы понимаем, что стратегия Украины по уничтожению именно арсеналов, баз хранения БПЛА приводит к таким результатам, что таких атак действительно будет меньше. То же самое и ракеты. В любом случае, их уничтожение может привести к некому снижению давления на нашу энергетическую инфраструктуру, в данном случае на транспортную логистику. Ну и, соответственно, самое главное, что жизни украинцев больше будут в безопасности. Поэтому тут комплексная работа и разведки, и других структур сил обороны. Враг, кстати, пытается налаживать дополнительное производство БПЛА. Конечно, в информационное пространство бросается о том, что в Татарстане уже там их по тысяче в месяц делают. Но пока, я думаю, что до этой критической для нас точки, пока враг еще производство не наладил. Но в любом случае, держим ухо во строй, прекрасно тоже понимаете, что работа эта ведется. И по разведке, прежде всего, узнать, где, что происходит, и каким образом. А уничтожать всегда найдется чем. Украина в этом плане идет далеко. Мы знаем, насколько далеко на расстоянии, какие расстояния летают наши боевые комары. Ну и горят не только склады с ракетами, шахедами. В России полыхала практически неделю Феодосии. Там находится вторая по величине нефтебаза во временно оккупированном Крыму. Видим эти кадры сейчас. 12 резервуаров затронул пожар, и 8 были уничтожены. Как вы оцениваете результаты этого горения? Насколько важна была эта нефтебаза для противника? Ну, собственно, это нефтеперевалка. Это основная база нефтеперевалочная для России. Ну, еще остается Севастополь. Тут без анонсов, но все равно, в любом случае, как говорится, приготовится. Тут, знаете, прослеживается четкая работа силы обороны и стратегии нашей страны в поражении вот этой логистической цепочки врага. Можем вспомнить буквально за несколько секунд этот маршрут. Это НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы на территории Ростовской области, Краснодарского края. Дальше паромные переправы. Ну, самое звучное, это Конрадрейд в августе, когда был потоплен целым составом железнодорожным на борту. С горючкой, с нефтепродуктами. И все три, они уничтожены. Конрадрейд вообще ушел на дно. Славянство находится на ремонте. И, как говорится, конца края не видно. И дальше уже на наш берег. Уже нефтеперевалка. То есть цепочка логистики, она действительно очевидна. После Феодосии уже распыляется по подразделениям российских оккупантов, которые оперируют на юге нашей страны. Насколько существенным эта потеря будет для врага, я думаю, что мы увидим в ближайшие, наверное, недели. Скорее всего, в любом случае, ну, действительно, первыми, кто пострадает, будут гражданские оккупанты. Это те люди, которые незаконно, российские граждане, прибыли на территорию украинского Крыма и находятся там на проживании. Вот у них-то первыми заберут и стопливо, у них у первых заберут и бензин, для того, чтобы обеспечить российскую армию, которая сегодня на юге начинает активизировать боевые действия. В любом случае, это удар. Ревервуары, да, это большие емкости, это большие потери по объемам в абсолютных цифрах. Но я думаю, тут существенно говорить о поражении инфраструктуры данного объекта, о том оборудовании, которое Россия пополнить благодаря санкциям все-таки не может. Я понимаю, что есть третьи страны, я понимаю, что есть вполне вероятно схемы определенные, но это будет не так быстро, как хотелось бы врагу. И действительно, на какое время выбыл этот объект из работы, я думаю, что это время довольно-таки протяженность этого восстановления будет очень длинная. Поэтому существенная потеря однозначно, но и опять-таки, в любом случае, мы понимаем, силы обороны на этом останавливаться не будут. Ну, я так понимаю, что, в принципе, логистика пострадает оккупантов, но они как раз-таки за счет своих граждан будут решать, просто отобрав у них топливо. Правильно? Абсолютно верно, потому что все пойдет на военные действия, весь ресурс нацелен на проведение дальнейшей агрессии против нашей страны. Все для фронта, все для победы. Не меняется у них, они это все делают вот так вот, забираем и помним, какие были случаи с автомобилями и так далее. А мы можем повторить. Это прекрасно. По поводу повторить, а почему, где ПВО охваленная российская? Если они не могут защитить такие объекты, как они собираются защищать Керченский мост? Кстати, очень важный вопрос, потому что, во-первых, на самом объекте находился зенитно-ракетный комплекс «Панцы», который, по словам очевидцев, не отработал. А если бы отработал, мы бы, наверное, хотя бы увидели результаты этой работы. Их не было. Что касается, допустим, наших огневых средств поражения, которые отработали, в свою очередь, по Феодосийскому нефтетерминальному порту. Более того, эта зона ответственности 18-го ленитного ракетного полка военно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации, как раз в Феодосии, там эшелонированная оборона, это С-300, С-400, не отработали. Почему? Потому что, судя по всему, и пусть над этим враг мучается, суетится и знает, у Украины сегодня есть те средства поражения, которые могут проходить вот эту и радиолокацию, и могут проходить проходить средства поражения, как раз я вспомнил, и Триумф С-400, и С-300, и наносить, соответственно, удары. То, что работает российское ПВО, иногда, но тут уже угроза для местного населения, потому что успехи российского ПВО, они очевидны и в Белгороде, и в Крыму в том числе. Не удивлюсь, если те, скажем, некие разрушения, которые сопровождали удар по Феодосию, по гражданским домам, они были нанесены как раз работой средств противовоздушной обороны Российской Федерации. В любом случае, пролетело, поразило и есть результат. А вот, что касается российских ПВО, ну тут еще важный момент. На мой взгляд, тут уже и физика. Там, где пребывает, где-то убывает. Я о том, что сегодня на территории Крыма максимально затягивают средства противовоздушной обороны, которые должны обеспечить, извините за татологию, оборону Крымского полуострова от ударов Украины и наших сил обороны по соответствующим военным объектам и целям. А значит, это что на территории Российской Федерации, в других регионах, в других губерниях и областях этих систем ПВО просто не остается. А там снова-таки базы хранения боеприпасов, там нефтеперерабатывающие заводы. Ну, как говорится, и карты в руки. Надо работать. Будем работать. Ну вот по поводу атак на базы военной, нефтебазы на временно оккупированном полуострове, да, есть интересное мнение одного американского журналиста, аналитического центра. Вот он написал, цитирую, что украинские атаки на Крым являются источником огромного позора для России, и нынешняя неспособность Путина защитить Крым воспринимается как его личное унижение. И вот он подчеркнул, что Украина медленно, но уверенно ослабляет контроль России в Крыму. Согласны ли вы с этим утверждением? Ну, это очевидно, потому что мы уже не первый месяц говорим о том, что сегодня проходит этап демилитаризации Крыма, и эти военные объекты на территории временно оккупированного полуострова, они поражаются, так же, как поражается, в том числе, транспортная, там, нефтеперерабатывающая инфраструктура, которая, в свою очередь, работает как раз на российский военно-промышленный комплекс, соответственно, на российские ресурсы для ведения агрессивно-террористической войны. Уже не говоря о том, что Крымский мост, вопрос по нему давно решен, осталось его только закрыть. Очень часто задают вопрос, а когда это произойдет? Когда в этом будет острая необходимость? Сегодня есть более важные объекты, и мы сегодня это увидели, понимаем, что это снова вспомним Феодосию, вспомним, в том числе, и подводную лодку, которую уничтожили. Да, она была на ремонте, да, она стояла, находилась на верфи. Но, тем не менее, поражение произошло, и лодка восстановлению не подлежит. Не говоря уже о кораблях Черноморского флота. Это то, что находится вокруг Крыма, на территории Крыма, и, соответственно, эти удары, они будут и дальше. И сугубо военные объекты. Таких целей на территории Крыма очень много. И когда мы говорим о тактике, о нашей, вернее, даже стратегии, ну и тактике в том числе, это как раз вытеснение российских оккупантов с временно оккупированного Крыма. То есть эта территория должна стать непригодной для нахождения там российских оккупационных войск, когда нет соответствующей инфраструктуры, или она разрушена, или она уничтожена, или не позволяет выполнять, в том числе, какие-то боевые задачи. Ну, тут историческую параллель тоже сразу проведу, раз вспомнили об эмоциональной составляющей этой статьи, об унижении Путина. Есть в Севастополе один памятный знак об исходе российской белой армии за границу, когда барон Врангель бежал под ударами Красной армии. Ну, собственно, туда любят возлагать цветы все местные. Поэтому тут намек более чем очевиден. Исход российских оккупантов, он предрешен. Исторические параллели провели сами же оккупанты. Еще такой к вам вопрос есть. Британская разведка пишет, что Россия побоялась провести военные учения в Черном море. То есть были масштабные стратегические учения, Океан-24, которые проходили в середине сентября, а вот Черное море не было задействовано. А что же случилось? Уже не вписывается в стратегию россиян? Ну, собственно, речь, наверное, шла об учении флотов. А у нас в Черном море находится российская флотилия, у которой нет даже флагмана. Возможно, это тоже стало некой такой составляющей для того, чтобы не брали корабли Черном морской флотилии участие в этих учениях. В любом случае понятно, что какие учения идут, боевые действия, боевые действия в акватории Черного моря. И сегодня корабли Черном морской флотилии, они находятся очень близко один к одному, эти корабли. Они находятся в порту Новороссийск. Они находятся в северо-восточной части Черного моря. Локации известны, прячутся, выходят в море, рассоредотачиваются. Но, опять-таки, вы же понимаете, учения, это и надо выходить, и выстраиваться там, боевые порядки определенные. Ну, то есть являться крупной, хорошей жирной целью, мишенью для сил обороны. Наверное, все-таки не смогли. Наверное, все-таки боятся. На все свое время, в любом случае, мы понимаем, что российская черноморская флотилия ей не место в Черном море, потому что это террористы, а террористы, как известно, как говорит бункерный фюрер, и их надо, сами дальше узнаете. Сергей, спасибо вам большое. Спасибо вам, Игорь. Спасибо большое, что вы присоединились к нашему эфиру и за этот разговор. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии Юг, был с нами на связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.